МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служил в Западном военном округе в особом Брестском гарнизоне связи. Именно там, рано утром 22 июня 1941 года, для Василия Мороза, его сослуживцев и миллионов советских граждан началась война. Он прошел ее с первых минут и до полной победы в Берлине. Но в самом начале, в первые часы вероломного нападения фашистской Германии, гарнизон Василия Ивановича оказался в окружении. Вырваться из вражеского кольца тогда удалось немногим. Часть его сослуживцев и ему удалось выйти с окружения. Впоследствии он был командиром отряда. Ну вот насколько мне рассказывал мой отец из его военной жизни, то, что не отражено нигде никакими документами, в 42-м году, когда немцы бомбили, сбрасывали пропагандические листовки, двое из его подчиненных сбежали к немцам. В результате чего деда НКВД тогда чуть не расстреляло, но началось наступление, благодаря этому он остался жив. Он воевал вплоть до 45-го года. Войну он, победу он встретил в Берлине. После войны он продолжил также служить. Служил в Слуцке, в Полоцке, потом впоследствии был переведен в Гомель. Из рассказов товарища, который приехал на похороны деда, когда дед умер, то из его рассказов можно было понять, что человек был слово. Он никогда не предаст, не бросит. Вот таких людей, наверное, мало, особенно сейчас. То поколение вообще как-то выделялось мужественностью и тем, что могло повести за собой тысячи и тысячи людей. У меня трое детей. Из своих детей каждое 9 мая я вожу на кладбище к одному деду и ко второму. Дети мои слушают военные песни. То есть как бы одевают мы все время георгиевские ленточки. Мы ездим на парад. Я стараюсь своим детям привить вот то, наверное, чего не хватает сейчас у многих. Уважение и память. И чтобы наши дети помнили это всегда и никогда не забывали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова